В современном мире ни одно производство, ни одно предприятие не обходится без оглядки на окружающую среду. Разработка планов работ по защите окружающей среды, а также контроль за их проведением – все это задачи эколога. И одних из лучших специалистов в этой области в республике готовят в Казанском федеральном. Институт экологии и природопользования входит в число лидеров университета относительно трудоустройства выпускников по специальности. Работу находят абсолютное большинство, причем как на предприятиях, так и на государственных должностях. Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов в республике Татарстан Рустам Камалов – тоже выпускник этого института. Очень много наших выпускников работают в фирмах и организациях, занятых разработкой природоохранных документов, которые должны иметь сейчас все предприятия, организации и так далее. То есть очень хорошо устраиваются на работу. Возможности для будущего трудоустройства открываются еще во время учебы. Институт дает студентам большой выбор мест для прохождения производственной практики. Либо мы им рекомендуем, куда они могут пойти, либо они находят эти места сами. Что хорошо, то что после этой практики ребята очень часто идут туда работать, потому что они как бы демонстрируют свои знания. Специалисты говорят, да, это хорошо, и приглашают их на работу. Институт экологии и природопользования активно развивает и научное направление. На базе учебного подразделения действуют несколько открытых лабораторий, а своими знаниями со студентами делятся приглашенные профессора из самых выдающихся вузов мира. Подробнее про поступление в институт можно узнать на главном сайте КФУ. Светлана Селивановская призвала абитуриентов не бояться изначально высоких цифр конкурса на место, ведь нужно учитывать особенности правил приема, когда каждый конкурсант может подать документы в один вуз сразу на три направления подготовки. Так что шанс поступить и получить престижную профессию есть у каждого. Диана Вакян, Универньюз.